Добрый день! С вами история одной вещи и Ольга Наумова. Жарким летом 1848 года река Бруч на границе между Российской и Австро-Венгерской империями обмелел. И обнажилось странное каменное образование. Когда его раскопали, выяснилось, что это извояние каменное высотой более двух с половиной метров, довольно странное, необычное, представляющее собой вроде бы фигуру человека, но трехъярусную. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что на каждом из этих ярусов свои изображения. С тех пор фигура поменяла хозяев много раз, и сегодня она находится в Краковском музее. Ее полноразмерные копии можно увидеть в разных городах славянского мира, в том числе, например, в Москве, в историческом музее, в соответствующем зале. В нашей коллекции есть копия, которая в 10 раз меньше, но не менее интересна. Что же это за загадочное изображение? Что это за три яруса? И о чем этот сбруческий идол, под этим именем он известен в науке, нам рассказывает, чем он интересен. Три яруса, три уровня говорят нам о представлениях славян о мироздании. В целом, вся эта фигура, как считается, представляет собой изображение какого-то очень важного, может быть, даже основополагающего бога, бога-творца. Его называют по-разному, кто святовитом, кто родом, но доподлинно мы не знаем, надписи не сохраним. И вот это целостное мироздание разделено на три уровня. Верхний из них, четырехгранный, представляет собой фигуры, предположительно, божеств. Две из них мужские, две женские. Одна фигура держит какой-то рог, похожий на рог изобилия, ее сопоставляют с богиней Макоши. Другая женская фигура с кольцом, иногда ее называют Ладой, богиней любви, сопоставляют даже с Афродитой, с Венерой, но этого мы тоже точно не знаем. Но кольцо есть. Мужская фигура с саблей, очевидно, воин. И еще одна мужская фигура тоже не атрибутируется точно, но предположительно, вот сабля – это, скажем, перун, бог-громовержец, бог-воин. А другой – даже бог, бог-податель благ. Но это все только предположительно. Средний ярус – это как будто две мужские, две женские фигуры, попеременно взявшиеся за руки, составляющие как будто бы хоровод. Это средний уровень мироздания человеческий между богами и каким-то загадочным подземным миром. Нижняя фигура, то ли их три, то ли это одна, стоящая на коленях и представленная с трех сторон, ее часто сопоставляют с богом Велесом. Перун и Велес представляют собой, похоже, единственную достоверно восстанавливаемую пару славянского пантеона – бог-громовержец и змеевидный противник, так называют его иногда в науке. Потом, уже в христианские времена, они найдут себе соответствие в образах святого Георгия и змея. Это не означает, что один хороший, другой плохой. Это немножко детское понимание, конечно же. Но в этом противопоставлении, в этой борьбе, в этом сочетании несочетаемого образуется жизнь. Начинается, дается первый импульс мироздания. И закручивается все то, что мы сегодня видим в природе, в космосе, в человеческом мире. Вот мы видим фигуры, имен которых мы не знаем. Мы не знаем точно, кто это. Мы не знаем, как к ним обращаться. Мы не знаем, как их называть. Но мы точно видим, что люди, жившие в тедалекие времена, тысячу лет назад, а сбороческий идол относится именно к этому времени, к XI-XII векам, имели какие-то представления о том, как устроен мир. Много ли мы знаем сегодня? Нет, научных данных у нас очень много. Но насколько наша картина мира прочная, ясная, насколько она дает нам представление о нашем положении в космосе, во Вселенной, да даже в обществе. Мы при всех своих знаниях немножко растеряны, немножко даже потеряны, я бы сказала. И очень не хватает нам вот такой оси, которую представляет собой, свои фигуры, своим образом, в игруческие идоли. У нас не хватает ясности, у нас не хватает точки опоры, у нас не хватает своего представления о роли в мире. Вот такого рода подарок, такого рода памятник, реплика, произведение, можно сказать, мирового искусства, может стать напоминанием и о внутренней оси, и о ясности представления о мире, и о том, какое место в этом мире занимаем мы с вами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok